Рак молочной железы Рак молочной железы за последние фактически 30 лет Мы с вами видим, что происходит стабилизация заболеваемости И прогрессивное снижение смертности Которая на сегодняшний день достигла 39% Это очень здорово Но в то же время хотелось бы посмотреть, чем занимались хирурги-мамологи все это время А хирурги-мамологи все это время занимались совершенно странными вещами для хирургов Сначала они доказали, что органно-сохраняющая операция сопоставима с мастектомией Затем они говорят о том, что кожа с сохраняющей мастектомией это тоже неплохо Потом они начинают заниматься биопсией сигнальных лимфоузлов И стандартную трехуровневую лимфодиссекцию сокращают до удаления одного или двух лимфоузлов Потом они отказываются от акселярной лимфодиссекции при метастазах 1-2 сигнальные лимфоузлы Более того, они доходят до того, что сегодня говорят о таргетной акселярной диссекции Сокращая объем удаляемых тканей при пораженных метастатических лимфоузлах То есть снижение смертности от рака молочной железы полностью совпадает с снижением агрессивности хирургической активности при этом заболевания Клинический случай, который не выходит у меня из головы, с которым я тоже хочу поделиться Случай, когда донор дал рецепентам 4 органа, легкие, 2 почки и печень Женщина 53-х лет, она умерла, не имея в анамнезе ни первичного очага, ни метастазов рака молочной железы Было проведено полное вскрытие И у 4-х рецепиентов возникли метастатические формы рака молочной железы Причем трое умерли от метастатического рака молочной железы, возникшего в пересаженных органах Один случай, к счастью, пока еще жив, но также существует метастатическое проявление болезни О какой хирургии в данном случае мы можем говорить? Мы можем говорить о том, что системное заболевание, абсолютно системное заболевание Которое доказывает всю катастрофу этой ситуации с точки зрения хирурга как такового Мы создали иллюзию, что объем удаляемых тканей спасает больных от рака молочной железы В нее поверили пациенты, более того, мы сами верим в эту иллюзию Не разобравшись, утка это или кролик на самом деле Лечение рака молочной железы, безусловно, это мультисциплинарная проблема Это лучевая терапия, системная терапия, хирургия как таковая Но если мой доклад посвящен хирургии, то надо говорить о том, что это хирургия, которую надо рассматривать в нескольких аспектах Хирургия молочной железы, хирургия акселярной области, хирургия об фронт, когда мы оперируем после постановки диагноза хирургия после ноэдиванта И хирургия при наличии метастатических изменений Итак, хирургия об фронт, вопрос веры или вопрос науки как таковой на сегодняшний день Парящий мужчина в воздухе это вопрос веры или вопрос хорошо сконструированной теории в виде подставки На сегодняшний день можно говорить, что сейчас, если мы говорим о хирургии об фронт Это расширение показаний для выполнения органно-сохраняющих операций, тот самый чистый край резекции Внедрение онкопластической хирургии, мастектомия с одномоментной реконструкцией имплантами Это все очень здорово, но в перспективе это оттачивание имеющихся хирургических методик для улучшения эстетических результатов Это возможно выполнение профилактических мастектомий не только при БРС ассоциированных раках молочной железы Но если мы говорим о хирургии акселярной области, то в перспективе это отказ от хирургического стадирования акселярной области Когда мы говорим о перспективах оттачивания эстетических результатов и о реконструкции как таковой, то об этом уже говорить неинтересно, об этом тысячу докладов. С моей точки зрения, если уж и говорить о перспективах реконструктивной хирургии, то надо говорить о биоинженерии как таковой и использовании технологий, которые позволяют на самом деле сделать реконструкцию собственными клетками, а не собственными тканями. И такие работы существуют. На сегодняшний день еще два года назад были доложены очень интересные работы о том, что существуют методики по конструированию клеток собственных, пересаженных в область молочной железы и формирование новой молочной железы как нового органа. Перспективы риска резутирующих профилактических мастектомий. На сегодняшний день мы говорим о том, что БРК-мутация это показание для профилактической мастектомии. Медицинское показание пока не юридическое. Но на самом деле БРК-мутации являются малой частью тех мутаций, которые на самом деле могут ассоциироваться с наследственным раком молочной железы. И поэтому в принципе, если мы говорим о перспективах профилактической хирургии, то встает вопрос о том, что показания к этой профилактической хирургии могут быть расширены. Вопрос в том, что этот метод лечения является достаточно скомпрометированным. Потому что тяжело сказать, кто выставляет показания, хирургии или генетики, и кто больше стремится к хирургическому вмешательству, потому что оно интересно с точки зрения хирургии в том числе. Еще очень интересная история. Нехирургическая профилактика контрлатерального БРК-сцируна рака молочной железы. Это исследование демонстрируется сегодня, оно будет демонстрироваться в первый день конференции, оно будет демонстрироваться как революционное исследование этого года. Применение препалата Аллапарипа в БРК-сцирунах. Но что интересно в этом исследовании? В этом исследовании, в описании, нет никакой информации о том, выполнялась или не выполнялась профилактическая мастектомия. Но в то же время есть исследование о возникновении контрлатерально-инвазивного рака молочной железы у пациентов в двух группах около 1%. А назначение препарата Аллапарип в Адюванте фактически является концом эпохи профилактической мастектомии. Так что о какой профилактической мастектомии речь пойдет дальше, если появятся мишени для БРК, ассоциированной раком молочной железы, появятся препараты, которые полностью сведет нет хирургии как таковой. Перспективы хирургического стадирования акселярной области АПФРОНТ. Исследование АКОЗОК-З-0011, 1-2 метастазов, сигнальный лимфатический узел, отсутствие дальнейшей акселярной лимфодиссекции. Зачем выполнять хирургическое стадирование акселярной области, если это не влияет на показатели выживаемости? Зачем выполнять хирургическое стадирование акселярной области, если мы многие годы вообще не обращали внимания на парастернальные лимфатические узлы? Это же тоже очень важный момент. Мы не обращали внимания на парастеральные узлы, это нам не мешало. Но сейчас мы перестаем обращать внимание даже на метастазы в акселярной области. Большие исследования вот-вот будут опубликованы. самое известное саунд исследования, которое мы ждем уже в 2022 году, которое может полностью поменять философию хирургии акселярной области. Следующий очень важный аспект хирургии – это рак молочной железы после неодевантной терапии. Тут становится все еще более интересно. Если сейчас это уменьшение объема хирургических вмешательств на молочной железы, то при акселярной области сейчас это уже биопсия сигнальных лимфоузлов при категории 0, это биопсия сигнальных лимфатических узлов у пациентов категории N+, перешедших в 0, и может быть даже отказ от полной акселярной лимфодисекции при наличии метастаза. В перспективе, а перспектива очень интересная, особенно в этой категории больных после неодеванта. С точки зрения молочной железы это отказ от хирургического вмешательства при достижении полного патоморфологического регресса. Это отказ от хирургического стадирования при достижении категории N0 после неодеванта. Эскалация неодевантной химиотерапии – это сегодняшняя ситуация. Если мы видим, даже при ранних стадиях ракомолочной железы неодевант занимает всё больше и больше места. При первой стадии трижды негативного и хир-2 позитивного ракомолочной железы никого не удивляет назначение неодевантной терапии. И всё дело в том, что те самые агрессивные подтипы, которые мы считали агрессивными подтипами, может быть окажутся абсолютно милыми подтипами. Мы знаем, как их лечить. Более того, мы знаем, как их вылечить. Хир-2 позитивный опухоль и трижды негативный опухоль достигаются полной регресса от 60 до 80%. А те самые наши любимые, благоприятные формы ракомолочной железы абсолютно не отвечают на системную терапию. И, возможно, как раз ключ к разгадке лечения ракомолочной железы – это не лечение, как сказал Николай Владимирович, одного и того же диагноза в пределах одного органа, а лечение совершенно разных болезней в зависимости от того, какие мишени у нас существуют. К вопросу о сокращении или отказе от хирургического вмешательства. В нашем учреждении идет протокол, о котором я уже говорил в первый день конференции – отказ от хирургического вмешательства. Безусловно, мы не одни в мире, и таких протоколов на сегодняшний день в мире существует достаточно большое уже количество. Когда мы пытаемся доказать полный патоморфологический регресс с помощью вакуум-аспирационной биопсии, и в дальнейшем, если этот полный патоморфологический регресс достигнут, отказаться от большого хирургического вмешательства. К вопросу о стадировании лимфатических узлов, исследование Оксана, которое также уже обсуждалось сегодня, исследование, которое позволит оценить целесообразность того или иного объема акселярной лимфодисекции у больных после неодевантной терапии. Почему такой большой вопрос к целесообразности акселярного вмешательства после неодеванта? Да все дело в том, что получая полный регресс в первичном очаге, мы вправе рассчитывать на то, что уйдут и метастазы из акселярной области. И если первое исследование, которое демонстрирует не очень высокую частоту достижения полных регрессов в акселярной области на у всех пациентов, 130 пациентов, а HER2 отрицательный 71%, не очень интересно, то следующее исследование уже с включением более 5000 пациентов говорит о том, что у HER2 позитивных больных метастазы в лимфатическом узле при полном регрессии в первичном очаге диагностируется в 1,6% случаев. То есть вероятность поражения метастаза становится минимальным. В других исследованиях не столь многочисленных вообще демонстрируется 0% метастаза в лимфоузле при достижении полного регресса в первичном очаге. Большой протокол Евробреста также идет с исследованием возможности отказа от акселярной лимфодисекции у пациентов, которые клинически имеют Н0. Ну и интересный вопрос, место хирургического лечения у больных с метастатическим раком молочной железы. Существует огромное количество исследований. В нем принимают участие наши центры с большим исследованием Рома, международные исследования, самое известное турецкое исследование, индийское исследование. Мы целой конференции посвящаем целесообразности хирургического лечения при метастатическом раке молочной железы, опираясь на одни и те же исследования из Индии, Турции и так далее, уделяя как минимум час этого времени, иногда целый день. Но все опирается в единственное проспективное исследование, которое было недавно опубликовано, исследование на Фитстале, которое показало, что хирургия при метастатическом раке молочной железы улучшает показатели выживаемости, но никак не об фронт, а только при наличии ответа на заболевания при системной терапии. Более того, протокол был прерван, потому что было доказано, что только ответ на системную терапию дает возможность проведения хирургического вмешательства, что собственно вчера и подтвердило голосование экспертов и обсуждение сессии, которая как раз была посвящена этому вопросу. Поэтому хирургия для метастатических форм, это тоже следствие уже эффекта, успеха системной терапии как таковой. Поэтому хирургическое лечение рака молочной железы перспективы было, есть, будет, но в ближайшее время мне кажется, что развитие системной терапии, в частности, неодевантной терапии, сместит хирургии в сторону лечения резидуального заболевания. То, что сейчас происходит при ХЕР2-позитивном раке молочной железы, при трижды негативном раке молочной железы, хирургия становится лечением резидуального заболевания. Вопрос, ответить на который нам придется, достигнут патоморфологический регресс или не достигнут, и если он достигнет, то зачем выполнять операцию. И вопрос, сможем ли мы повысить число полных патоморфологических регрессов у люминальных раков молочной железы с помощью системной терапии, я сейчас не обсуждаю какую, и как следствие опять ответить на вопрос, есть полный патоморфологический регресс или нет, с помощью хирургического вмешательства. Поэтому на сегодняшний день хирургическое лечение, конечно же, является основным методом. Но если мы говорим о перспективах, то мне представляется, что хирурги это скорее фокусники, которые придумали красивый миф, и в который верим и мы, и пациенты, и до сегодняшнего дня верят клинические онкологи. Давайте эту веру пока и поддерживать. Спасибо за внимание.